Меня зовут Артём Гарин, мне 26 лет, я из города Сумы, Украина. На проект меня привела хорошая память. Впервые я открыл способность к запоминанию на втором курсе, когда учился в Сумском государственном университете. Я договорился со своим преподавателем, что следующий экзамен сдам на 5. И мне нужно было выучить три тома физики. Тогда я просто принял решение, что нужно забыть, что запоминать тяжело. Я открыл учебник и начал запоминать страницы. И в конце концов, когда я уже сдавал экзамены, я мог легко сказать, на какой именно странице находился тот либо иной ответ, номера рисунков. И мог сказать константы различных физических величин до десятого знака. В жизни мне память помогает повсеместно. Я не забываю результаты промежуточного размышления. Мне не нужно записывать номера мобильных телефонов. Я отлично помню дорогу, я знаю, где лежат мои вещи. Постоянная потребность в информации побуждает меня к тому, чтобы изучать естественные гуманитарные науки и использовать свои навыки запоминанию в искусстве и спорте. Фортепиано является удивительным инструментом. Оно позволяет повышать уровень интеллекта. Как минимум полчаса в день провожу за тем, чтобы что-нибудь написать и что-нибудь поиграть. Важной частью поддержания физиологических условий для отличной работы мозга является занятие спортом. Я занимаюсь прыжками на кроботической дорожке и на батуте, а также легкой атлетикой. Я принимаю участие в проекте ради интересного приключения и также ради испытания своих способностей в сложной ситуации. Встречайте в нашей студии Артем Гарин. Здравствуйте, Артем. Почему такое увлечение странное? Вы занимаетесь именно запоминанием цифр в числе Пи? Ну, числа Пи являются международным состязанием, котируемым, поэтому я бы... А, то есть есть даже международные соревнования, приезжают люди. А как это происходит? То есть они рассаживаются, им говорят там, я не знаю, 356-я позиция после запятой. Или назовите... Ну, как это? Нет, вообще нет общей федерации, которая бы систематизировала эти состязания. В каждом государстве эти состязания происходят своим образом. Одни говорят вслух, одни пишут, всегда по-разному. У меня есть сомнение, что вообще то, о чем мы говорим, понятно нашим звездным гостям. А вы знаете, что такое число Пи или хотя бы его значение, ну, до... До какой? До второй позиции после запятой. Вы думаете, мы такие тупые? Евгений, опровергните эти подозрения. Растопщите их. Три. Неплохо. Запятая. Супер. И? Один. Дальше, поехали. Четыре. Дальше. Четыре. Четыре. Понятно. Ну что ж, на самом деле, чего шутить-то? Чего шутить? Давайте проверять. Итак, начинается испытание для Артема Гарина. АПЛОДИСМЕНТЫ Участник занимает место в кресле спиной к экрану. Прошу. Кресло. На экране мы увидим последовательность цифр в числе Пи после запятой в количестве, ну, около тысячи знаков. Сейчас я буду просить Артема по памяти называть числа, начиная с 726-го знака и по 733-й. Итак. 4-4. 1-8-1. 5. 9-8. Давайте проверим, так ли это. Обалдеть. Это правильный ответ. Но это была только разминка. Теперь задание гораздо более сложное. Герою нужно назвать цифрой числа Пи, стоящей на позиции с 5708-й цифры по 5703-ю. Прошу. Я так понимаю, в обратном порядке. Ну, действительно, задание требовало называть эти цифры в обратном порядке. Итак. 1-3. 1-3. 9-4-0. Если брать третий, то это будет 5. Давайте проверим. Покажите ответ. 1-3-9-4-0-5. 5-0-4-9-3-1. Это верный ответ. Артем, буквально пару секунд, чтобы перевести дух. И самое сложное. Вспомните цифру, которая стоит в числе Пи на 208-м месте после запятой. Так. 208-я. 2-3-я. 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 Так. Держите в голове. Теперь вспомните цифру, стоящую на 826-м месте после запятой. Удалось? Сейчас, секунду. Сейчас. Да. Держите в голове. Теперь из этих двух цифр составьте двузначное число и возведите его в квадрат. 8-6-4-9. 8-6-4-9. Проверяем ваш ответ. Какое число вы возводили в квадрат? 93. Это верно все. Аплодисменты вам. Это круто, невероятно. Артем Гарин, человек-калькулятор. Знаток числа Пи до еще раз 10101. 101 позиция? Фантастика. Фантастика. Артем Гарин, удивительные люди. Пойдемте поговорим с нашими звездными гостями. Наталья. Знаете, говорят в жизни, взрываешь мозг. Вот ты мне взорвал мозг. Я сидела, я не знаю, как зрителя, но у меня мозг почти взорвался. Молодец, что сказать. Это вызывает восхищение. Именно эти умения можно как-то применить? Конечно. Всякая познавательная деятельность, она построена на прочной фундаменте памяти. Не самоцель запомнить все эти цифры после запятой в числе Пи? То есть цель какая-то другая? Конечно. Это просто тренировка памяти, а точнее демонстрация ее. Я смотрю на цифры и запоминаю их как картинку. Как картинку. То есть это бесконечно огромная картинка с чередой цифр. Да. Ну, допустим, если брать эти задания, которые мне задаются, то есть мне нужно найти определенную позицию. Я просто перелистываю эти листы, навожу фокус концентрации на определенное место, вижу то, что мне нужно и называю. А об жизни вы запоминаете так же? Да. Это фантастика. Я, конечно, в полном восхищении, но мне кажется, у вот такой феноменальной памяти есть минусы. Потому что ты уже не забудешь выбросить мусорное ведро, купить хлеб, забрать ребенка из школы. Я рада, что я не делаю этого человека живьем. Ну что ж, еще аплодисменты нашему герою. Напоминаю, наши звездные гости не участвуют в голосовании за лучшего участника, но имеют право отправить одного из них напрямую в финал. Такая же счастливая путевка находится и в руках нашего научного эксперта. Это удивительные люди. Мы продолжаем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!